На телеканале Кубань24 продолжается тема дня. Спасибо, что вы с нами. Министерство образования объявило о начале ежегодного всероссийского открытого конкурса на получение президентских стипендий для обучения за рубежом. В нем могут принять участие студенты и аспиранты. Как пишет на сайте Минобра, кандидаты должны показать высокие результаты в различных научных сферах, в культуре и искусстве, продемонстрировать успехи в фундаментальных и прикладных исследованиях. Соискателям необходима рекомендация от ученых Совета высших учебных заведений. Победители будут учиться за рубежом за счет российского бюджета. Им покроют расходы на обучение, проживание, медицинскую страховку, оплату местного транспорта и получение визы. Деньги перечисляются Минобра науки России непосредственно на банковский счет принимающей организации. Рекомендуемый срок обучения не более одного учебного года. Количество россиян, которые обучаются за границей, за последние годы выросло в четыре раза. Больше всего российские граждане учатся в Европе и США, но в последнее время растет интерес к азиатским странам, с которыми Российская Федерация пытается выстроить дружественные отношения и где образование сравнительно недорогое. Поговорим о плюсах и минусах образования за рубежом. У нас в гостях Марк Грама, независимый консультант по обучению за рубежом. Марк, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что пришли. Где вы учились? Я учился сначала в Кубанском университете на связи с общественностью, а потом учился в Испании, в Барселоне. Я правильно понимаю, что вообще, если потом в дальнейшем жить и работать в России, это идеально? Сначала получить образование здесь у нас, а потом уже дополнительно пройти переквалификацию или получить еще какое-то образование за рубежом? Да, конечно, это будет большим плюсом, потому что система обучения совсем разная, и вы увидите две стороны разных миров. После этого, конечно, у вас будет большой опыт, вы будете очень востребованы. Тем не менее, к вам за помощью чаще обращаются те молодые люди, которые получают первое образование, или те, кто хочет уже как-то дополнить свои знания зарубежным опытом? Если мы говорим про учебу от года и больше, то, конечно, в основном это школьники. Либо кто-то едет учиться в частные школы, или в старшие классы школы, чтобы поступать уже в университет. Взрослые люди чаще едут, может быть, на несколько месяцев, на полгода, чтобы поучить язык или пройти какие-то узкие, узкоспециализированные классы. А насколько взрослые люди, хотел бы узнать? Максимальный возраст был, по-моему, 50 с чем-то, лично у меня, но в целом у нас есть опыт, когда и 80-летние люди приезжали, чтобы поучить язык. Это уже обратная связь из школ зарубежных. То есть в основном все-таки язык, да, для того, чтобы повысить знания? Чтобы язык в любом возрасте, абсолютно. Действительно ли стало больше граждан Российской Федерации, которые хотят получить диплом зарубежного вуза? Намного, намного больше за последние несколько лет, конечно. С чем вы это связываете? Я думаю, что сейчас у каждого в кармане есть интернет, мы можем видеть картинки любых уголков мира, то, как люди живут. И многие люди хотят просто стать частью этого или даже просто посмотреть не на одну неделю, а на несколько месяцев или на год, чтобы почувствовать это на себе. Давайте просто разберем ситуацию. Приходит к вам мама с сыном, подростком и говорят, мы хотим учиться за границей, но мы не знаем, где и на кого. Это классическая ситуация. Они всегда не знают, где и на кого. Давайте разбирать. Ваши действия в последующем и как потом все-таки выбирается вуз для этого молодого человека? Самое главное это понять, чего ребенок хочет. Потому что можно пойти любым путем, существуют миллионы дорожек и нужно просто выбрать именно то, что будет его зажигать, чтобы ему нравилось то, что он делает. Мы в России чаще всего, ну, по крайней мере, когда я учился, это было у меня и, наверное, у всех сверстников, мы думали о том, что принесет больший доход и чем мы будем вообще заниматься. Когда выбираешь учебу за рубежом, то там зарабатывать можно делая абсолютно что угодно и нужно понять, что нравится ребенку. Это может быть что-то творческое, это может быть какой-то... Марк, подождите, но если родители не разобрались до 11 класса, что хочет их сын, а вы здесь, получается, не знаю, с двух-трех встреч уже можете определить, куда его лучше отправить. Лучше всего, чтобы это был не 11 класс, а, может быть, класс 8-9, когда дети могут поехать, например, на лето, в этом году, в следующем, и попробовать не только поучить язык, но и сделать какие-то активности, например, в сфере IT, если ребенок имеет к этому какую-то склонность, или родители в это верят, или в творчестве. И уже потом будет проще принять решение. Ну, хорошо, мы с вами давайте определимся, что вот этот наш вымышленный абитуриент решил, что хочет заняться дизайном. Например? Да. Что дальше? Мы смотрим на портфолио, потому что человек, который в возрасте абитуриента хочет заниматься дизайном, у него дома должны стоять огромные коробки с готовыми работами, либо он, не знаю, прессует, или что-то мастерит, шьет, неважно, что он делает. Но у человека это все должно быть. Окей, дальше. Допустим, есть. И мы выбираем, смотрим, что есть у нас университеты в таких-в таких-в таких странах. Вот они, вступительные требования. Под какие мы попадаем, под какие нет. Может быть, потребуется немного изучить язык. Во многие университеты можно поехать раньше на несколько месяцев, чтобы взять курс интенсивного языка и выучить его. А там уже все идет от того, на что готовы родители и сам студент. Кто-то говорит, я хочу принципиально ехать только в Штаты. Кто-то говорит, я хочу в Европу. Кто-то хочет в Великобританию. Кто-то выбирает ту же самую Европу, Австрию, потому что родителям близко полететь из Краснодара. Ты каждый день можешь сесть с самолета, прилететь, проведать своего ребенка. Вы почему-то называете все, кроме денег. Деньги, конечно, это важный вопрос, но в целом стоимость обучения, она близка во многих странах. Давайте назовем примерно эту близкую. Это около 1 миллиона рублей в год, если вот по сегодняшним курсам. То есть где-то это может быть 900, где-то может быть миллион 100. Это мы говорим про стандартную цену без скидок. Но если ребенок талантлив, если он хочет бороться за стипендии, а за них нужно бороться, то для этого есть все шансы. Вы не назвали азиатские страны. Давайте еще поговорим о странах, если можно их расставить по порядку убывания. Самые популярные, мини-популярные. У нас просто есть графика, которая нам по данным ЮНЕСКО, если можно вывести на экран. То есть она выглядит следующим образом. Больше всего у нас учатся в Германии, потом Чехии, США, Великобритании. То есть четверка согласна с этой четверкой или, может быть, по-другому расставили приоритет? Да, 100% согласен. Нету азиатских стран, хотя вот в той информации, которую я нашел, некоторые студенты учатся в Шанхае или, не знаю, в Сингапур едут. Но есть своя специфика, потому что все-таки это язык, это культура. Культура западных стран нам намного ближе, чем культура восточных стран. Ну, по крайней мере, в европейской части России. А давайте поговорим. С нами сейчас на связи Ирина Мороз, студентка Краснодарского государственного института культуры, факультета дизайна, изобразительных искусств и гуманитарного образования. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Вы ездили учиться в Шанхай, действительно? Нет, не совсем в Шанхай. В Китай? В Китай, да. Это был город Юнчинь, небольшой город, провинция Шанхи. Как вы нашли эти курсы и расскажите, как прошло ваше обучение? Эти курсы я нашла в своем институте. У нас была встреча с одним из преподавателей из Китая, где рассказывались разные возможности поездок в Китай. И обратилась в международный отдел в нашем институте, и так и поехала. Вы учитесь, проще говоря, на ювелира, да? Вы хотите работать дальше в этой специальности? Да, да. Моя как бы специально связана с этим. Ну, а в Китае это что? Это была практика такая усиленная? Или все-таки теория тоже отчасти? Я бы сказала, там больше именно художественная была, так как в мою профессию уходит и художественная часть, и техническая. Именно в Китае была больше художественная. Вам пришлось платить за эти курсы? За именно проживание и небольшая часть за обучение. Скажите, про обучение все понятно? Вообще жить в Китае наверняка были какие-то сложности? Другая страна, другой менталитет, другие люди? Ну, сложности, понятно, были, конечно, да, другие, все другое. Нам помогали наши учителя в Китае там же, поэтому, в принципе, все проходило. То есть в бытовом плане вам было не сложно там? В бытовом? Да. Я думаю, что нет, не очень сложно. Почему изначально вы не выбирали возможность учиться за рубежом? Я даже не думала об этом, когда я выпускалась в школу. Что вам дали эти курсы, как вы считаете? Нет ли у вас смысла уехать работать за границу? Я думаю, курсы дали именно умение общаться с другими людьми, другими нациями, другими народами. А уехать куда-то работать за границу я еще, честно, не думала. Это, конечно, интересно, но не знаю. Ирина, но вы китайский подтянули? На каком языке общались? На китайском или на английском все-таки? В основном на английском. Китайский я начала именно учить там, в Китае. У меня китайский плохой, но для бытового такого хватало. Ну, подтягивайте китайский, я думаю, в ближайшее время точно пригодится. Спасибо огромное, Ирина Мороз. Ну, вот я так понимаю, что можно найти курсы наподобие тех, которые выбрала Ирина, по обмену студентами или вот о чем я говорил в начале, когда Минобор объявляет конкурс на предоставление президентских грантов. То есть не платить этот миллион рублей в год? Возможно. Возможно. Есть даже программа глобальное образование, которая существует уже несколько лет, где тоже оплачивались полностью учебы и все дополнительные расходы для людей, которые едут за границу, для студентов. Ну и правильно ли я вас понял, что если вы поступаете, там, первый год учитесь за деньги, потом проявляете себя как талантливый, гениальный студент, то потом, допустим, тот же Массачусетский университет будет заинтересован и будет оплачивать вам стипендию? Это происходит, это может происходить с самого начала. То есть даже в процессе поступления студенты могут получить какую-то стипендию. Есть разные опции. Ну, например, когда у нас произошли скачки курса валют, то университеты понимали, что еще год назад для студентов из России это была такая-то цена, а сейчас она выросла почти в два раза, и были огромные скидки именно для студентов из России. То есть для них было важно, чтобы сохранялся национальный микс, чтобы были люди из самых разных стран, и для тех, у кого сейчас там кризис или еще что-то, для них всегда делаются скидки. Нет ли у студентов из России каких-то сложностей, учитывая внешнюю политику? Нет, нет, это никогда не ощущается. Всегда, когда приезжаешь, то есть все, кто говорят на русском языке, они все держатся вместе, все считают себя друзьями, братьями и близкими людьми. Так же и люди из других стран всегда очень тепло отзываются. То есть в сфере образования, мне кажется, стоит какая-то другая атмосфера, она не связана с политикой. Я ни разу не замечал какой-то напряженности из-за этого, никогда. Но вы учились в Испании, у вас были какие-то, не знаю, такие притирки, вот именно учитывая, что это другая страна, другая? Нет, никогда абсолютно, никогда. Бывают притирки просто на бытовом уровне, которые могут быть и здесь, когда к тебе кто-то на ногу наступил или еще что-то. Но вот такого, чтобы на почве разных национальностей или культуры, нет, никогда. Главное просто уважать других людей, их вероисповедания, их привычки, и все будет нормально. И, кстати, учебу за рубежом очень этому учат. Ну да, то есть, понимая, что с чужим уставом, со своим уставом в чужой монастырь все-таки не стоит. Да, да, особенно в крупных таких городах, например, как Лондон, как Нью-Йорк, где просто есть все со всего мира. Давайте еще поговорим, какие направления все-таки больше выбирают наши студенты? На кого хотят они учиться за рубежом? Чаще всего, по моему опыту, они выбирают Великобританию и США, потому что в Германию и в Чехию очень многие хотят поступать самостоятельно. То есть, эта статистика, она проходит мимо меня. Вот мы видели, да, на первом месте. Потому что там учеба может быть практически бесплатной. Очень недорогой, но только нужно знать язык. Если говорить о направлениях IT, какие-то творческие специальности? Творческие точно нет. В первую очередь, это финансы, менеджмент и IT. Потом с этим дипломом, насколько он здесь пригодится в России? То есть, диплома зарубежного УЗа? Очень сильно зависит. Очень зависит, потому что могут быть такие специальности, если мы говорим не про этот топ-3, которые здесь просто будет тяжело найти работу, потому что ее нет. Будет непонятно, чем заниматься, например, какой-нибудь инженер в социальных медиа. Пока у нас не очень развита эта сфера, а за рубежом это может быть очень высокая зарплата и очень интересная работа. А если мы говорим про то, что здесь понимают, то, конечно, это будет плюс. Потому что помимо учебы у ребят всегда есть возможность получить стажировку. И если они не сидят ровно, а с интересом, с энтузиазмом погружаются в свою будущую профессию, то они обязательно попадут на стажировки в какие-то международные компании. И у них будет такой послужной список, что их потом просто с руками заберут здесь, в России. Давайте дадим два совета. Первый совет для абитуриентов и для их родителей. Второй совет для людей уже взрослых, которые хотят подтянуть просто язык, поехать на какие-нибудь курсы. Что вы посоветуете тем людям, которые хотят получать изначально высшее образование за рубежом? То есть начать, как я понимаю, с 8-9 класса. Учить язык. Обязательно учить язык. Это самая большая проблема. Если бы дети приходили с хорошими знаниями языка, их родители могли бы сэкономить кучу денег. Это первое. Это учить язык. И пробовать делать разные всякие вещи, погружаться в разные сферы, чтобы понимать, к чему есть страсть, что нравится делать. Ну и собирать портфолио, если это не так. Если это творчество, однозначно собирать портфолио. Конечно. То есть когда приходит, ну мы обсуждали там 11-классник или 11-классница, и говорит, что я хочу делать что-то лепить, то окей, где твой ангар с кучей статус? Ну и на примере американских студентов они собирают вообще различные портфолио. Там грамоты за участие в конкурсах, какую-то социальную работу и прочее. Да, кстати, про социальную работу. Если вы хотите жить и учиться за границей, вам помогут какие-то социальные проекты, волонтерская работа. Делайте это прямо здесь. Получайте за это. Даже не обязательно какие-то грамоты. Если у вас просто есть фотографии о том, что вы участвовали в этом проекте, вы помогали там, то это уже здорово. Потому что социально активным ребятам всегда есть дополнительная стипендия. Ну и пару мне советов дайте, если вдруг я собираюсь поехать за границу учить иностранный язык. Фух, это интересно. Запасаться деньгами. Потому что чем дольше вы там пробудете, тем выше будет ваш уровень языка. Понятно. То есть зарабатывайте копии деньги. Спасибо огромное. Марк Грамм и независимый консультант по обучению за рубежом. Был у нас в студии. Мы продолжаем телевизионный эфир. Оставайтесь на Кубань24. Продолжение следует.